Алтайский ринг Дмитрий Морозов. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Кирилл. Дмитрий, ну ожидается, насколько мне известно, более 300 участников. Такое масштабное действительно событие. Почему именно Барнаулта стал принимающей стороной? Почему Барнаулта выбрали? 250 участников, 300 будет. Очень масштабные. Это соревнование является отборочным на первенство России. 13-40 лет, которое пройдет в конце мая в городе Анапа. Естественно, представлены все будут субъекты Сибирского федерального округа. Да, но чуть позже мы об этом. Почему все-таки Барнаул нас тут особенно встречает? Может быть, ринг у нас какой-то такой новый, скажем так. Ежегодно проводим мы турниры масштаба Сибирского федерального округа. И первенство, и чемпионаты Сибирского федерального округа проводили. И проводили все российские соревнования. То есть уже традиционно к нам с удовольствием едут. То есть у нас есть опыт проведения. Конечно, есть опыт. То есть мы хорошие призовые делаем. Нам всегда с удовольствием. Вот так заманиваетесь, скажем так, этим тоже. Откуда спортсмены, собственно говоря, география? Кого ждем? Сибирский федеральный округ. То есть все 10 субъектов федерации. Ничего себе там набраться. Было 12 у нас Чита и Бурятия у нас перевели сейчас в Дальневосточный федеральный округ. Осталось здесь было 12. Бывает так, что не приезжают. Есть ли такое, кто-то может не приехать. Там можно эти с финансами, бывает тоже беда. Да, неполные команды бывают. Там приезжают 20 весовых категорий. Почему такое количество большое? 20 весовых. Вот 10 субъектов федерации уже 200 человек. Плюс мы два состава уставляем. 220, грубо говоря. Да, плюс еще команды, которые на России были в призерах, этот возраст. То есть тоже полтора состава выставят. Поэтому и вот я говорю, от 250 человек будет примерно, ну ориентировочно 250 будет в час. Ну не все команды выставят там полный состав. Там Республика Алтай, ну конечно там в усеченном составе более сложно им представить. А вот в чем именно особенность турнира вот этого? Чем он отличается, например, от прошлогоднего, от позапрошлогоднего? Чем будете удивлять зрителей, гостей? Ну это вот 13-14 лет, это только еще начинающие спортсмены. И как раз мы просматриваем, здесь будет просмотровывая звездочек, будем рассматривать. Уже и перспектива, да. Может быть кому-то не удастся там отобраться на перенство России. Но по крайней мере уже будем накатывать, будем уже смотреть там на какие-то перспективы. Уже их подойдет соревнованием. Там на следующий год перспективы. Скаутская работа тоже будет, да? Приглядывать за кем-то там же, да? Будете следить. А есть там такие ребятки-то у нас парнишки перспективные? Ну да, теперь из-за края прошло. Ведь все-таки это возраст-то уже достаточно взросленький, да? Ну у нас, в принципе, мы с 10 лет начало занятия спорта, с 12 лет только начало соревнований. Так что это самые-самые такие, можно сказать, начинающие спортсмены, как вот в практике. Когда уже там юниоры, там взрослые, понятно, уже сформироваешься, спортсмены там, мы уже знаем их силы. А здесь только вот перспективы, еще только вот с них начинаются. Так вот расскажите, на кого делаете ставки? За кем нам следить более пристально, может быть? Зрителям можно посоветовать. Ну, знаете, там Рин покажет, как говорится, на кого делаем ставки. Там уже первые травмы там получили. У нас там участников нету, да. Так что будем, будем. Как оценивается уровень алтайских боксеров-то вот в пределах той же Сибири, например, где мы, на каком? Хотелось бы понять. Допустим, вот 15-16 лет мы в городе Яровом проводили перенос на Сибири. Когда? Это было вот буквально там полтора месяца назад. И мы, вы знаете, что мы первые вообще командное место заняли. Это уровень показывает, да. Но здесь-то, наверное, не меньше надо получать. Будем стараться, будем стараться. Ну тяжело, конкуренция большая, конкуренция большая. Хорошие команды Иркутской области традиционной, Красноярский край, естественно, Новосибирска, Кемерская область. Такие омские бойцы. Так что у нас будет серьезная конкуренция. Там как карты лягут, как говорится. А вот, допустим, юниоры 17-18 лет. Мы второе общекомандное место заняли в Омске тоже. Вот, пожалуйста, результат наших спортсменов. По взрослым в том году чемпионате Сибири мы также второе место заняли. Только местным уступили красноярским боксерам. То есть вот уровень нашего бокса на сегодняшний день. Развитие. Мы по всем возрастам. Вот, кстати, я хотел про развитие вас спросить. Вот, опять же, вы перечислили Красноярск, Иркутск. Насколько я знаю, там отличные, хорошие спортивные базы. У нас же инфраструктура. Беда, как сейчас вы будете, может быть, с новым министром спорта налаживать взаимоотношения с губернатором. Вы знаете, у нас краевое бюджетное учреждение Алтайский ринг. У нас прекрасный зал. Прекрасный зал. Мы по всем возрастам проводим сборы перед Сибирским федеральным округом. Может быть, его катастрофически мало. Всех не хватает, знаете, как один. Но есть такое или нет? Почему? Ну, вот сейчас, допустим, с новым министром, допустим, с новым губернатором у нас ведется такая политика. Она получается, мы выстраиваем совместно с федерацией, выстраиваем стратегию развития программы. Пишем развитие вида спорта бокс. Расскажите поподробнее, как она выстраивается. Наши желания. Да, мы предоставляем там. Так, давайте. Пишем программу развития вида спорта бокс. Пишем наши хотелки, наши желания. Показываем, что мы видим из этого получится. Огласите, Дмитрий, ну что вы хотите, что вы желаете. Ну, у нас целая программа. Сейчас, я думаю, дать... Ну, тезисно, тезисно, пожалуйста. Ну, тезисно. Ну, допустим, первое уже нас услышали. На инвентарь нам уже, допустим, выделили адресные деньги. На инвентарь уже выделили деньги. Да, то есть, последующий этап тоже мы совместно. У нас открытый диалог идет. Наш слышат, видят, идут на контакт. И главный принцип – это прозрачность, открытость и доступность. Нас всегда ждут, слышат. И мы ведем диалог, да. Ну, вот знаете, несколько раз министр спорта озвучивал такие истории, что к нему очень часто приходят ходоки, так скажем. Там пришли, допустим, дзюдоисты, нам нужен дом для дзюдо. Пришли футболисты, нам нужен дом для футбола. Ну, понятно, одним манежем мало, да, не справляется. Трансмаш заглох вообще. У вас как вот эти проблемы? Вы знаете, вот Алексей Анатольевич очень правильно выставил политику. Для каждой федерации, для каждой школы он график посещения. И каждый планово шел, не просто шел. Мы, федерация, там со школы совместно пришли с презентацией. Мы рассказали, что у нас есть, какая материальная база есть, какие у нас результаты, что бы нам хотелось, какие-то там финансовые планы. То есть мы планово, это у нас услышал, на заметочку берет, все записывает. И мы на дальнейшем выстраиваем свой план, как это улучшить, чтобы получить более хороший результат. То есть контакт произошел, контакт есть. Контакт есть, да. И это не только с боксом, это со всеми виды спорта. Это идет планово и структуризировано. Все понял, как... Это вот очень даже и прозрачно. Как, да, ожидать вот этот урожай вашего контакта. Бокс у нас базовым видом спорта является, да. У нас очень хорошие результаты, да. У нас и победители перенства Европы есть, победители по юношам. У нас, не так думал, победитель перенства Европы среди молодежи. Ну, а расшайте фамилии. Игруня, Володя, финалист мира, член сборности, мастер-спорта межурного класса. Есть у нас, да. Сейчас вот Кирилл Басалаев готовится на перенство России. Отобрался на перенство России среди юниоров 17-18 лет. В прошлом тоже победитель перенства Европы среди юношей. Ну, то есть, вот те самые звездочки, о которых мы говорим. Вот, вот, хотелось бы вернуться вот к этим вопросам взаимодействия с министром спорта, с губернатором. Когда нам ждать-то каких-то вот уже урожая, так скажем, взаимодействия этого? Мы только закладываем еще эти отношения, мы только своих. Конечно, да. Я думаю, что будет результат, будет, да. Дмитрий, ну и, пожалуй, последний вопрос еще раз. Давайте пригласим зрителей. Где, когда, что мы будем смотреть бокс? С 16 по 20 апреля в спортивном комплексе Победа. Победа на Антона Петрова будет проходить перенство Сибирского федерального округа, 13-14 лет среди юношей. Это отбор на перенство Россия. Открытие 16 числа в 15.00. Откроемся и сразу же бои смотрим. Да, да. Так что, милости просим, ждем вас всех. Бокс один из самых популярных вида спорта. И вот, как сейчас показало перенство чемпионат края, проходил в Алтайском ринге, ну просто полные трибуны, полный балкон народу просто, вот хотя, вот, не ожидали столько. Пожелаем вам не меньше зрителей. Спасибо вам большое, Дмитрий, спасибо. Я напоминаю, это была программа «Наше время». До новых встреч, берегите себя.